Чемпионат мира по футболу Чемпионат мира будет проводиться в разных странах раз-два года весной или зимой, а впервые пройдет в одной из стран Ближнего Востока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За 45 секунд ликвидировать возгорание, устранить утечку опасного газа. Нефтяники на один день перевоплотились в пожарных. Флаг России в честь открытия соревнований поднимают победители прошлого года. Сразу после торжественное построение на подственные слова и первая часть состязаний – пожарная эстафета. Перемахнуть через препятствие, трехметровую стену, развернуть пожарный шланг, пробежать по горящей эстакаде и ликвидировать возгорание с помощью огнетушителя. Пожарная эстафета оказалась самым легким испытанием, так называемой разминкой, даже для тех, кто впервые участвует в соревнованиях. Ну и вот как, сложно пробежать через горящие стены? Да, нет. А страшно? Надо себя перебарывать? Да нет, ничего не страшно. Следующее боевое задание – ликвидировать утечку токсичной жидкости и спасти пострадавшего. Тут задача уже посерьезнее. Пока двое пожарных дружинников накладывают хомут на место прорыва трубы, еще двое эвакуируют сотрудника, который, по легенде, отравился газом, и оказывают ему первую помощь. Напоследок самое сложное – собрать пожарный шланг, запустить помпу, развернуть рукав и сделать правильный выбор решающего направления. Другими словами, попасть в сымитированное возгорание. С этим заданием справились только три команды из пяти. Кому-то сосредоточенности не хватило, кому-то опыта. К слову, новичков примерно столько же, сколько постоянных участников. Шестой год подряд мы проводим на одном и том же месте, здесь на базе Южно-Хричевского месторождения. Здесь уже, в принципе, отработаны все этапы, здесь подготовлено оборудование, здесь нам очень помогает наше пожарное формирование профессиональное, Курсер-Испирант. Они занимаются подготовкой добровольных пожарных дружин, команд, ну и организуют, в общем-то, сами соревнования. Напряженная борьба продолжалась около двух часов после подведения итогов. Переходящий кубок лучше добровольной пожарной дружины и в этом году остался на Южно-Хричевском месторождении. Победителям – почет, овации, кубок и медали. Призерам и участникам – памятные сувениры и подарки, а также бесценный опыт, ведь пожарная безопасность на нефтяных объектах – дело серьезное. Коньки наточили, лед отполировали, форма тоже готова. В Наринмар пришел большой хоккей. В столице региона стартовал новый сезон. Спортсмены и болельщики этого события ждали несколько месяцев. В первой игре сезонно сразились Полярные Волки и Север. Счет – 17-6 в пользу первых. А всего в турнире участие принимает шесть команд. Сильнейший определится в середине ноября. За летний период спорткомплекс «Труд» серьезно подготовился к открытию хоккейного сезона. Уже четвертый год подряд все крупные соревнования по хоккее проводятся здесь. Звучат напутственные речи по желанию игрокам и болельщикам. Время настало. Все, затаив дыхание, ждут свистка, которая повестит об открытии сезона. Вот он, долгожданный сигнал. Благодаря отличному состоянию льда, хоккеисты смогут показать все, на что способны. На льду нешуточные страсти. Команды выкладываются на полную. Каждая отдается игре на 100%. По-другому в хоккее никак. Сергей Кирин, вратарь команды «Полярные волки», провел матч на высоком уровне. Благодаря его действиям было отражено множество шайб и команда одержала победу. Хоккейная карьера Сергея началась еще в детстве. Затем был длительный перерыв и вот год назад он вернулся в спорт. Как нам играть? Тяжело? Тяжело, конечно. Усталость. После работы 9 вечера, конечно, тяжело. И так приходится каждый раз. Постоянно. Каждая команда перед собой ставит цель победить на чемпионате и принять участие в ночной хоккейной лиге, которая пройдет в городе Сочи. Там собираются самые сильные любительские команды со всех регионов страны. Спортсмены округа уже три раза принимали участие в хоккейном фестивале. На последнем третьем всероссийском фестивале ночной хоккейной лиги мы участвовали в дивизионе Лиги будущих чемпионов 40+. И наша команда заняла шестое место. Это, я считаю, очень достойно. Так как первые турниры подобные проходили в Москве. Наша команда была очень далеко. Впрочем, не забывают здесь и о хоккее детском. За последние годы на этом льду тренеры воспитали не одну восходящую звездочку. И с каждым сезоном желающих взять в руки клюшку только увеличивается. К примеру, уже сегодня этим видом спорта в Наринмаре занимаются почти 200 подростков. Показатель впечатляющий и перспективный, уверяют преподаватели. Ведь, как говорится, трус не играет в хоккей. «Массовость должна быть в хоккее. И чтобы у нас дети росли. Постоянно тренировались. Постоянно. Ну, конечно, желательно, чтобы они еще выезжали на Сармане почаще, в другие города. И еще, кроме этого, губернатор заинтересован на самом деле в хоккее, но в избранный. Так что, я думаю, у нас хорошая перспектива». Напомню, новый сезон уже стартовал. Впереди нас ждут сотни ледовых баталий. Увидеть игры и поддержать свою любимую команду сможет каждый. Все матчи пройдут в спорткомплексе труд. Зрелищность непременно гарантируется. В Заполярном районе определяют лучшего организатора спортивной работы с населением. Как сообщает пресс-служба района, конкурс призван выявить и поддержать наиболее активных и талантливых спортивных организаторов, работающих на селе. Для участия в конкурсе необходимо предоставить заявку, грамоты, дипломы, фото и видеоматериалы, а также другие документы, подтверждающие достижения и деятельность организатора в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Победители конкурса наградят дипломами и денежными премиями. 50 тысяч рублей за первое место, 40 и 25 тысяч за второе и третье места соответственно.